О! Барабаш идёт! Вот он. Значит идёт сюда. Подождём. Почти часа, время без 10 минут. Заходи ко мне, ко мне заходи. С миром! Посмотри, что Володя написал. А у меня нет ничего. У тебя ничего нету? Нет. А это что? Семечки. А от кого? Не знаю, лежало, наверное. Так, ты мне маленько ответь. Мне вопросы задают к тебе. Ты вот когда один приехал, когда это было? В каком году? Потеряевку. В 92-м. Погромче. В 92-м. Так, что у тебя было? Какие средства? На счёты начал строиться. Не было никаких. Не было никаких. Не было никаких. Ну, ты доехал всё-таки? Деньги были? Билет купить? Потеряевки-то? Да не знаю, нет, не было. Мне на машине привёз Шерстобитов Николай, не знаю за какой счёт. Так, ещё погромче говорю. Так ты был женатый в это время? Да, женат. Значит, речь идёт вот о чём, ты сейчас мне коротко ответь, я тебя не буду задерживать. Спрашивает один человек, такой мастеровой, я приеду один. Может он один сделать то, что ты сделал? А что я сделал? Дом построить. Да я пять лет-то дом строил из ничего, из гнилого материала и да, из камыша. Один, да можно построить? Ну, тот человек, который говорит, у меня есть деньги, я могу купить, как бы дома были, я бы сразу купил, дом, но не женатый, ещё не женатый, сумеет он здесь? Нет. Да не надо, опыта у нас хватает. Женщина одна просится, так же, а я. Тоже нет. Нет. Примерно сегодня, какие нужны средства, чтобы человек завёл хозяйство, постройки, дом, всё, приехал женатый. Ну-то с Алексеем надо, он сейчас строится, у него средства идут на дом, по сегодняшнему я не знаю, по сегодняшним деньгам. Понятно. Я достроился давно из подручного материала, из глины, сахома. Так, без помощи животноводства на одном сельском хозяйстве, это там сеять пшеницу, там кукурузу, как бы ты выдержал, нет? Говорят, выдержал бы, но я не знаю, я сомневаюсь. А вот косых, которые там закончили своё фермерство, наверное, почему-то не хватало с пашни денег или как? Почему они бросили фермерствовать? Ну, они, видимо, неправильно занимались. Ты как настроишь хозяйство своё? Угу. Знаете, можно по-разному заниматься. У всех земля, рядом граница, а у одного успешного, у другого нет. Почему? Что-то... Понятно. Тебе родственники кто-то помогали, чтобы ты сумел построиться и прочее? Да, родственники и помогали. А, вон что. Отец. Отец. Там два КамАЗа пригнал, там тоже полугнилые шпалы там были, где там насобирал доски какие-то, корову привёз. Ну что... С миру по нитке так понемножку и... Что бы переехать, у тебя письмо сегодня пришло такое, вот как я говорю. Что бы таким людям ты ответил, который хочет приехать, жена есть у него, ну ребятишки маленькие, трое ребятишек, допустим. Как, сумеет он построиться? Или надо, чтобы родственники приезжали, помогали? Почему сейчас без родственников? Людей-то поди можно найти, кто строит дебригады, конечно. Так, во что обошлось бы мы сегодняшнее, так ты не можешь ответить точно. Нет, не знаю. Ну сколько посчитать, цена материала известно, сколько чего нужно, смету составить, люди грамотные. Понятно. Сейчас всё есть. Так, батюшку когда ожидаете? Ну 26-го, наверное, в пятницу или четверг. В пятницу. Что там у вас? Какие новости по Теревке? Новости? Да ну потихонечку всё. А? Всё потихоньку. Никаких новостей нету? Нет. Что там про нас известно? Про вас? Да ругают вас что-то. Ругают, да? Выставляете ролики, да, которые не следовало бы вставлять. Я краем ухом слышал, там что-то про Любу, про Серафиму. Нет, не про Серафима, а Серафима. Она пришла уже, в темноте дело было, и пришла в гости, и стала рассказывать. Вот выезжали они там куда-то, что-то, больше ничего не было. Я вообще не разговаривал. При чём тут я? А что вы выставили? А? Что вы выставили? Ну, выставили там мой товар, и она пришла ко мне в дом, я в доме у себя записываю, моя территория. Приходит ко мне человек, и почему мне его не записать? С её согласия, и ничего нет. Она вначале говорит, да ладно, не надо, а потом, а польза-то какая будет-то от этого? И при чём тут я? Если тебе придётся там говорить, скажите, вы всё это напрасно. Вы сидите на одном месте, вас не трясёт нисколько. А где же это испытание? Так Господь испытание посылает целым нациям. Что-то сказала бабушка, 92 года, и что теперь? Кто тебе там сверкали, не дали тебе есть после этого, или посадили, ничего нету. И никто не знает. И отзыва под роликом-то нету даже. Это страх, это очень сильная проверка. Фальшивое христианство-то. Радуйтесь и веселитесь, когда понесут как неугодно имя ваше перед Богом. Меня гнали, будут гнать и вас. И что, молиться за обижающих вас? Если она виновна, а я-то вообще ни при чём, вообще никак я не судил, не знаю. А она должна была по заповеди Христовой пойти, обличить наедине. А если не послушается, двух-трёх. А нет, значит, третий этап церковь. А если нет, дальше уже понятно. Да будет как язычный комментарий. Ничего этого не было. Такая паника, такие угрозы мне звонят. Угрозы? Самое-то страшное, что? Уже с адвокатами советуются. Я гляжу, там сатана бал правит. А там эти старообрядцы рядом. Есть старообрядцы, сейчас шагнуть ещё не стоит. А на завтра же там будет. Они обаюкают, говорят, а у них ничего нету. Вообще у них ничего нету. Они ничего не могут не дать, ничего. Что она сказала. Я тогда здесь взял ролик этот, нашёл, включил. Ничего нету. Она о сыне беспокоится, а не о вас. Что они... Сын повёз её там с кем-то знакомым. Где-то там, я не знаю, даже не буду говорить. Где-то. А она говорит, он маленько стал прислушиваться. Он останется один, вообще о Боге никто не скажет. Мне о Боге потерять вообще никто не говорит. Кроме ты на бабку, на свою мать говорит. И вот там помянули, и помянули там женщину, с которой ездили. И там я прослушал, ничего нету. Но она так говорит, что можно подумать о ней. Ну даже сказала ещё из этого. Ну сказала, ну назвала, допустим. Златоуз говорит, облечила и неправильно. И тогда поцелуй за намерение. Я гляжу, что без испытания это фальшивая вера. Господь в огонь бросает церковь. Страшные испытания на Израиле. И притом продолжается на тысячу лет. И нет, народ не отступает от Бога. Держится за свой древний закон. Здесь всё. Бабушка, 92 года, она заботится о сыне. Ты, если удастся, поговори, скажи, там ничего нету. Вы какой ущерб потерпели? Покажите. А вот сказали, и меня там назвали таким нехорошим словом. Ей сколько лет парковод сказал. Это там тоже уже где-то за 50. Так? И что она сказала-то? Она говорит о том, что замужняя, незамужняя. Она никак не называла. И то слово, которое они употребляют нехорошим женщинам, нету там. Вообще нету ничего. А ездили куда? Там неверующая женщина. Хотели её познакомить. А она, там у них выпивка бывает. Она там то ли ездила или что. Больше ничего нету. И к адвокату идти. Я говорю, успокойся ради Бога. Сейчас через три минуты я уберу ролик. Я убрал его, выбросил и всё. Он мне не нужен. Я оставил память о её трезвом уме. Как она о Боге заботится. Теперь раз вы убрали ролик. А? Ролик раз убрали, скажут, а виноват. Значит раз вы... Она не одна говорит. Там Валентина, на Валентине телефон. Виноват я. Вот сейчас поставлю. Копия-то хранится в другом месте. Я убрал её с интернета. Потому что она там... Я вижу просто сумасшествие какое-то. Беснование началось. Крик, крёп, уничтожение. Я отдал там хранить собаку. Я сейчас приду и вам её вроде брошу. Я гляжу, ну, полное, говорится, с катушек съехал человек. И притом наше отношение с ней самое хорошее. Ни разу никогда не было слова. Она нуждается там по коз, где мы все гурьбой туда едем, на себе носим всё. С чего ради она? Прям как взбесилась. Я посмотрел, молюсь сейчас, утишь её, утишь, Господи. Ничего не было, не было. А то, значит, не трогали. На своих дрожжах сидели. И Господь говорит, ты не был переливаемый сосудом сосуд. Я тебя заброшу как меч в другую страну. А Иосифа Бог переливал. Назвали его блудником, насильником там, женой Патифара. И, однако, впереди что было? А здесь нет. Если даже сказал, а где ещё со мной было? Где? На какой почве-то? Да в какое время, когда всё прогорело? А я только уезжал. А они, собственно, два ролика было об этом человеке. Самое хорошее. Назвал героем Потеряевки. Одна всё ведёт. В другом месте шарика отдаём на зиму в добрые руки. Вообще ничего не было. Ко мне какие претензии? Притом, а ты поддакивал. Как поддакивал? Я говорю, я половину не слышал, сидел. Поддакивал-то. Я кивал головой. Вот так рядом сидим. А она говорит. Кто громко, а ты тихо. Я ещё буду переспрашивать. Она говорит. Я для потомков решил оставить. Вот такая у нас была бабушка. Как она заботится? Она не только это. Она упала, когда в церкви-то стояла. Так она это на десять раз пересмотрела. Когда батюшка какой-то говорил. Кого она обличала? Это сатана не любит? Он меня шиб. Я пытался опереться. Но ни на кого. У меня костылька-то не было в руках. Она исследует это. А это ничего нету. А те уже там подошли, которые недовольны это чем мной. Он всё время там бухтит там есть. И теперь он сразу к этой. Я слышу там. А вот там было сказано. Я говорю. Ничего не было. Вы сами это слышали, видели. У меня в доме она пришла ко мне в гости. Вы чего мне в рот-то залазите-то? Тем более я вообще не разговариваю и сижу. Я её провожаю. Она идёт. Слава Богу за всех. Она говорит. Никого нет у друзей-то. И она ко мне приходит раз за разом. У нас хорошее отношение. Я скажу, что по ревности к молитве там равных никого нету. Нету. Она по-настоящему молится. И мы поэтому друг друга понимаем. Я вот в воскресенье был, а задал вопрос. Пенсионеры, поднимите руки там. Ну, двенадцать человек или больше. Кто молится семикратно в день? Три святое и сто поклонов. Это один раз считается. Никого нету. Ни одного нету. Нету. С чем вы занимаетесь? И вот. А она понимает это всё. Она о молитве разговаривает. О посте. У неё ревность есть. Ревность. Где-то она не так. Но ясное дело, что не евангельская вера у неё была. А тут она слышит. Одно время она пришла. Почему Женя не считает? Он так хорошо считает. Всё. Я тогда принёс канон и показал. О, она пошла к нему и сказала. Я за тебя хлопотал, а оказалось канон. Я написал канон, она дала и всё закончилось. А в прошлое воскресенье там Саша Муха выставил ролик. Вал, игла. И там он несёт такую билиберду. Это даже высказать нельзя. Ну ничего. Ну сказал и сказал. Брань на вороте не виснет. А так самое главное, что его сродник там под боком-то где-то. Вот он тут и всё. И дьявол у меня и как только не называет. Это ваш житель. После такой беды, которая с ним случилась, я ни разу нигде не упомянул, что случилось. Вот на похоронах напоминания были. А что случилось с юношей? 15 лет погиб. Что? Я ни разу нигде не сказал. Запомни. Ни разу и нигде. Щадя его. А там что? Я легко могу говорить, потому что там милиция, там всё, расследование было. И так. Нет. А он здесь прямо беснуется. И притом, ни на одном ролике уже это я гляжу. Если встретишься, поговори. Скажи, тебе не надо. На меня это не влияет. Он в страшной злобе живёт. Зло по мнению. А я ему ничего не сказал, не сделал. Вообще никак. Уподобляй дьяволу. Говорит Ангел Тауст. А кому надо поговорить, там сестра, которая сбилась так, эти угрозы, скажи, это ни к чему. На меня не влияет. Мои двери открыты. Я усилил молитву о ней. Больше ничего не могу сказать. Ты понял меня? Обязательно скажи, скажи, брось. Потому что она болеет, готовится к операции. И кто её поддерживал, пришёл там рядом, живёт через дорогу, он тоже готовится к операции. Их никто не трогал никогда. У меня здесь, которые против меня идут, шесть с половиной тысяч уже. Тысяч. На Путина намного меньше нападают. А мне никакой роли не играют. Вчера мы... Это... Вася, который приезжал, работал здесь, Василий Николаевич Чарипанов-то. И мы у него печка не топится делали. А сегодня утром проехали по городу. В сумерках, как огни горят, как мост, весь сделали свечащимся. И ты увидишь. У нас идёт работа. Новые люди приходят. Совершенные, незнакомые люди. Там, из Скандинавии где-то. И обращаются к Богу, делаются православными. Вам поддерживать надо. Это надо. Я с адвокатом уже советовалась. И то другое, и то... Да какой же это адвокат, который ничего не знает? И... Факт должен быть. А ничего нету. Так. Ну, всё с Богом. Храни тебя Господь, брат. Запомни. Каждый раз, как приезжаешь ко мне, я буду знать новости потеряющие. Леночке поклон. Ну и всем твоим ребятам. Спаси Христос.